Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурным по чтению я, Светлана Тюрина. Ася Казанцева молодой, но уже популярный научный журналист. Она работала редактором научно-популярных СМИ и писала статьи по популяризации науки в различных изданиях, а сейчас Ася выступает с различными лекциями в разных городах и странах. Кроме того, автор имеет три научно-популярные книги. Первый из них стал обладателем премии «Просветитель» — главной наградой в России за научно-популярную литературу. Вторая книга вошла в шорт-лист этой же премии, а третья книга вышла в 2019 году, и автор надеется, что она также приобретет популярность и признание среди читателей. Одна из самых впечатляющих концепций в современной психологии — когнитивная легкость. Когда мы видим то, что ожидаем увидеть, то, что кажется нам привычным и знакомым, это доставляет нам удовольствие. И что еще важнее, мы чувствуем, что все идет правильно. Это очень важный адаптивный механизм. Животным он помогает не находиться все время в состоянии стресса. Когда ты видишь что-то незнакомое, нужно насторожиться. Обратная сторона медали — когда ты видишь знакомое, можно расслабиться. В самом деле, ведь в прошлый раз-то оно тебя не съело. У человека чувство когнитивной легкости выступает признаком хорошо освоенного навыка, протаренных дорожек между нейронами. Опытному водителю не надо задумываться, в какой последовательности переключать передачи, потому что переключать их правильно для него просто-напросто намного легче, чем переключать их как-нибудь иначе. Нобелевский лауреат Даниэль Каннаман отмечает в своей книге «Думай медленно, решай быстро», что чувство когнитивной легкости удобно использовать, когда вы сдаете экзамены, тесты, к которым когда-то готовились, но не очень хорошо. Тот ответ, который кажется знакомым, скорее всего и будет правильным. К сожалению, иногда бывает, что чувство когнитивной легкости мешает оценивать ситуацию объективно, заметно притупляет критическое мышление. Мы довольны, когда видим то, что ожидали увидеть, и уже не придираемся к мелочам. Сотрудники косметической компании ожидали увидеть в своей брошюре химическую формулу. Вообще, какую-нибудь. Когда они ее увидели, у них возникло обманчивое чувство, что все правильно. У меня бы оно тоже возникло, если бы мне подсунули любую молекулу, в которой все-таки присутствовал бы атом кремния. Этого условия, вероятнее всего, достаточно, чтобы вызвать чувство когнитивной легкости и доверие к источнику, даже если бы остальном молекула плохо соответствовала описанию. Одним из первых исследователей нашей склонности к знакомым вещам был психолог Абрахам Маслоу, получивший широкую известность благодаря пирамиде потребностей, которую он, кстати, никогда и не рисовал. Это последующее упрощенное изложение его идей. Маслоу устроил 15 студентам своего колледжа 10-дневный марафон с кучей заданий, в ходе которого они должны были, зачастую сами того не осознавая, выбирать между знакомыми и незнакомыми ситуациями. Студенты оценивали малоизвестные картины знаменитых художников, одинаково хорошие с точки зрения искусствоведения, и упорно считали более красивыми из них те, которые раньше попадались им в слайд-шоу. Студенты переписывали на карточке отдельные предложения из книжек, а на восьмой день каждому предложили заменить свою книжку на новую, и только трое согласились это сделать. На десятый день им разрешили не копировать предложения, а придумывать собственные. Но этот вариант выбрали только два человека. Студентов первоначально рассадили в аудитории в алфавитном порядке, а в последний день разрешили самим выбрать себе места, но никто не захотел ничего менять. Десять дней их кормили одним и тем же печеньем, а на десятый предложили взять другое. Более 70 процентов испытуемых отказались. Знакомое кажется нам хорошим и правильным, независимо от того, есть ли у нас хоть какие-нибудь данные о том, что оно на самом деле лучше, чем предлагаемая альтернатива. Этот эффект легко объяснить, если речь идет о такой важной вещи, как печенье. Незнакомая еда может казаться невкусной или даже опасной, но он наблюдается и тогда, когда выбор ни на что не влияет. Было проведено много экспериментов, в которых психологи под разными предлогами показывали испытуемым несуществующие турецкие слова, фальшивые китайские иероглифы и тому подобное, а затем просили угадать, что эти бессмысленные символы обозначают. Раз за разом выяснялось, что чем чаще человек видел незнакомое слово или символ, тем больше он был склонен припасать ему какое-нибудь хорошее значение. Это работает, даже если сложные символы предъявляются быстро, всего на одну секунду и с толком рассмотреть их невозможно. Человек узнает их при новой встрече, но считает, что они симпатичные. В нашем выпуске я расскажу о второй книге Аси Казанцевой «В интернете кто-то не прав». Эта книга является новинкой книжного фонда Дворца книги. Это яркая и смелая попытка Аси Казанцевой вступить в борьбу с множеством мифов, в которые глубоко въелись в общественное сознание. Помогает бороться с мифами надежный тыл, где за каждым тезисом есть ссылка на серьезное научное исследование. Увлекательность текста ничуть не уступает научной доброкачественности. Психолог Роберт Зайенс считает, что это эффект простого предъявления. Среди прочего, он вместе с коллегами продемонстрировал, что люди, которым показали много одинаковых иероглифов после эксперимента, пребывают в лучшем настроении, чем люди, которым показали много разных иероглифов. При том, что стимулы в этой работе показывали всего по 5 миллисекунд. Так что осознать, одинаковые они или разные, было совершенно невозможно. Нам нравится знакомое. Именно на этой особенности человеческого мозга паразитирует реклама. Если приходите в супермаркет и видите там 20 видов пармезана, то единственное, на что приходится ориентироваться, если вы не сырный курман, это ощущение когнитивной легкости, которое вызывает вас знакомая упаковка. И неважно, знакома ли вам она потому, что вы пробовали именно этот сыр или потому, что вы не осознав этого, видели ее краем глаза в рекламном постере в метро несколько дней назад. На этой особенности человеческого мозга паразитируют не только реклама сыра, но и вещи попротивнее, антинаука или пропаганда. Если вам 10 лет из каждого утюга рассказывают про гомеопатию, то ваш мозг начнет считать ее нормальной частью мира, в котором вы живете. И когда участковый врач назначит ее вашему простуженному ребенку, вы спокойно пойдете и купите ее в аптеке. Ну а что, все так делают. Биолог и научный журналист Александр Панчин однажды написал захватывающую антиутопию, в которой описан мир победившей лженауки. В нем сохранились все формальные внешние признаки научной деятельности, институты, эксперименты, экспертные заключения и так далее. Но была полностью утрачена суть научного метода. Никого не беспокоило привлечение необъяснимых сущностей для затыкания дыр в теории. Непонятно, как распространяется болезнь? Ничего страшного, введем понятие неведанного проклятия, и все снова легко вылечивается. Никого не волновала воспроизводимость экспериментов? Нет никакой проблемы в том, что это два разных астролога получают на основании одних и тех же данных совершенно разные результаты. И уж тем более никто не думал о фальсифицируемости научных теорий. В настоящей науке это важный критерий. Должен теоретически существовать такой результат эксперимента, при получении которого теорию придется хотя бы частично пересмотреть. Например, с нашими представлениями о гравитации могут возникнуть некоторые проблемы, если мы обнаружим условия, при которых яблоки падают с дерева вверх. Популярность книги «В интернете кто-то не прав» легко объяснима. Люди вступили в век интернета, но при этом они не готовы бороться с народными страхами и представлениями. Всегда есть человек, который верит, что прививки развивают аутизм, гомеопатия лучше традиционной медицины, а ГМО человека сведет в могилу. Эта книга совсем не о том, как бороться с этими мифами, а о том, как важно научиться критическому мышлению для человека, который выходит каждый день и включает телевизор. Книга Панчина называется «Апофения». Это термин, который обозначает человеческую склонность видеть взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных. На самом деле, это не только человеческая склонность. Можно вспомнить знаменитых голубей Скиннера. Голодных птиц помещали в ящик, который автоматически выдавал порцию корма каждые 15 секунд. При этом большинство голубей запоминали те действия, которые они совершенно случайно совершали в момент появления пищи и начинали упорно их повторять, чтобы еще раз получить еду. Один голубь крутился вокруг своей оси, другой хлопал крыльями, третий тянул голову в угол клетки. Еда в любом случае появлялась раз в 15 секунд, но голуби, надо полагать, были совершенно уверены, что делают все от них зависящее, чтобы поесть. Фредерик Скинер сдержанно отмечает, что эксперимент демонстрирует формирование предрассудков и что здесь можно провести много аналогий с человеческим поведением. Склонность искать закономерности в разрозненных данных – это тоже важнейшее и полезнейшее свойство нашего мозга. В принципе, можно сказать, что из него-то в свое время и выросла наука. Но вот сегодня весь научный метод, вся общепринятая практика проведения экспериментов и оценки результатов, наоборот, устроена таким образом, чтобы помешать исследователям находить связи там, где их нет. Именно для этого нужны контрольные группы, рандомизация, двойные слепые исследования и многие другие важные вещи, к которым мы еще вернемся. Если не придерживаться научного метода, то в исследованиях можно получить практически все, что угодно. Было бы желание. Одна из самых известных таких историй связана с открытием памяти воды. В начале 80-х французский иммунолог Жан Беневист и его коллеги работали с антителами к иммуноглобулину Е. Они могут воздействовать на человеческие бозофилы, тип иммунных клеток, что приводит к выделению гистамина и к изменению свойств бозофилов при окрашивании. Исследователи задались целью проверить, до какой степени можно развести раствор антител водой, чтобы эффект сохранился. И внезапно в экспериментах обнаружилось, что разводить можно чуть ли не бесконечно. Растворы, в которых в силу простой арифметики уже не могло быть никаких антител, продолжали влиять на свойства бозофилов. При этом в описании эксперимента не было существенных методологических проблем. И поэтому статью опубликовали аж в журнале Nature с предисловием редактора Джона Мэддекса о том, что полученный эффект не согласуется с законами химии, и в последующих номерах журнала непременно будут опубликованы результаты проверки данных. А в лаборатории Беневиста отправились делегации скептиков. В нее входил Джон Мэддокс, физик по образованию, научный редактор по профессии, Джеймс Рэнди, иллюзионист, учредитель премии в миллион долларов тому, кто сможет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректного эксперимента, премии, которую так пока никто и не получил. И Уолтер Стюарт, сотрудник Национального института здоровья США. Уже через месяц они опубликовали в Nature отчет о взаимодействии с лабораторией Беневиста, в ходе которого выяснилась масса всего интересного. Внимательное чтение лабораторных журналов показало, что иногда эффекта не удавалось достичь месяцами, но эти месяцы не учитывались при подготовке данных для публикации в Nature. Двое соавторов Беневиста вполне официально получали деньги от лаборатории Буарон, известного производителя гомеопатических препаратов. Невозможно было утверждать, что в ходе работы образцы не подвергаются загрязнению. Следовательно, могут воздействовать на клетки не из-за того, что там есть антитела или память воды об антителах, а потому что в пробирки попал органический растворитель, используемый в лаборатории. Но главное, во время экспериментов зачастую один и тот же человек и готовил разведение, и воздействовал на клетки и подсчитывал число изменившихся клеток. И при этом точно знал, что у него за пробирка с раствором антител или же контрольная с водой. Собственно, достаточно оказалось убрать последний фактор. Скептики сами поместили пробирки с секретным шифром, запечатали его в конверт, повесили конверт под потолком лаборатории, и остаток недели сотрудники проводили эксперименты, не зная, где у них раствор антител, а где вода. Выяснилось, что при такой нормальной общепринятой схеме эксперимента сотрудники Бенвиста решительно не способны обнаружить какую-либо разницу между воздействием на клетки раствора антител и воздействием на клетки обычной воды. Мэддекс и его коллеги отметили в отчете, что Бенвист, по всей видимости, не стремился к обману сознательно, а действительно верил в то, что совершил открытие. А вот что говорят те читатели, которые уже успели ознакомиться с книгой. Главное преимущество этой книги в том, что в ней не просто подробно разобраны спорные темы, но и приведены советы, как самому находить правильные ответы на непростые вопросы, каким источникам доверять и как искать правдивые данные в интернете. Книга однозначно полезна, она не только познавательна и дает много информации для размышления, но и учит читателя шевелить мозгами самому. Не применять слепо на веру все найденные в интернете статейки, а проверять и перепроверять еще раз. Книга обязательно к прочтению всем, кому важно повышать свой уровень образования. По данным ВЦИОМ, 32% наших соотечественников считают, что Солнце вращается вокруг Земли. 29% убеждены, что люди жили одновременно с динозаврами. 46% сообщили, что антибиотики убивают вирусы так же хорошо, как и бактерии. Первые два убеждения, положим, обычно не приносят проблем их обладателям, хотя можно попасть в неловкую ситуацию в разговоре. А вот третьи чреваты серьезными последствиями для человека, который ест бесполезные лекарства с побочными эффектами. И для общества неразумный прием антибиотиков способствует появлению устойчивых к ним бактерий. Мне-то, положим, смешно, я-то, положим, на это бы не купилась. Но вот если внезапно загнать меня в угол и задать несколько вопросов из гуманитарной сферы, я продемонстрирую примерно такой же уровень осведомленности. Информации в мире очень много, и с каждым годом ее не просто становится больше, но и сам ее объем начинает увеличиваться быстрее. Школьная программа отстает от науки по крайней мере лет на 20, охватывая далеко не все важные области, и к тому же усваивается в полной мере ничтожным процентом учеников. Университет дает более-менее адекватную картину базовых знаний в какой-либо одной области, но через пять лет она оказывается в значительной степени устаревшей. На самом деле единственный навык, на который имеет смысл делать ставки, это умение пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию и отличать авторитетные источники от низкокачественных. И вот этому-то в школе и не учат вообще. В университете учат, но мало и плохо. А чем меньше развит навык перепроверять информацию и разбираться, тем в большей степени человек склонен принимать на веру те концепции, которые ему случайно где-то попались. Чем активно пользуются шарлатаны всех мастей? Кроме шарлатанов, нелюбовью людей к поисковым системам пользуются научные журналисты. Для нас это тоже источник заработка. Мы люди, которым нравится гуглить. Нам платят деньги за то, чтобы мы погуглили вместо читателей и преподнесли им информацию в структурированном виде. От всех остальных журналистов мы отличаемся тем, что основной источник информации для нас – это статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, желательно мета-анализы, то есть есть обобщение результатов большого количества исследований. Да, это не гарантия абсолютной истины, но наиболее эффективная попытка к ней приблизиться. На сегодняшний день человечество не изобрело лучшего способа минимизировать вероятность когнитивных искажений, чем научный метод. Когда нам нужно принимать решения в условиях недостатка информации, то есть вообще всегда, мы прекрасно умеем ориентироваться на интуитивные представления о хорошем и плохом, оперировать единичными знакомыми примерами, идентифицироваться в референтной группе. Все это хорошо, все это обычно работает. Именно на это была направлена эволюция нашего мозга. До недавнего времени у человечества не было науки вовсе. Совсем до недавнего времени всеобщего мгновенного доступа к результатам исследований тоже не было, а действовать-то как-то надо было, но сейчас наступило светлое будущее. Сейчас нам уже не обязательно принимать важные решения в условиях острого недостатка информации. Всегда найдется исследование, в котором кто-нибудь уже сравнил хотя бы сотню идей, принявших решение А, сотни людей, принявших решение Б. Знать верный ответ, который поднимает в своей книге Ася Казанцева, важно каждому, потому что от этого зависит наша жизнь или здоровье. Научный журналист объясняет, чтобы разобраться, правдиво или нет то или иное утверждение, не обязательно быть узким специалистом, главное научиться анализировать общедоступную информацию. И тогда, если кто-то в интернете не прав, то вы это легко заметите. Узнать, насколько правдивы те или иные мифы, которые глубоко засели в наше сознание, можно узнать, только прочитав книгу, которую вы найдете в центре чтения Дворца книги. А вы читали Асю Казанцеву? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова